Добрый день, наши уважаемые ютуба зрители! Сегодня мы вам покажем самодельную мини-гидроэлектростанцию на небольшой речке. Эта ГЭС работает надежно, как качественные часы. А лучшие часы по доступной цене можно купить на сайте alltime.ru Это отличный онлайн-магазин, в котором можно купить часы и ювелирные украшения без предоплаты с доставкой по всей России. Вы делаете заказ, а платите при получении. Это быстро, удобно и абсолютно безопасно. Так что заходите на сайт alltime.ru и выбирайте себе часы. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании и тому, кто ведет промо-код Криосан скидка 10%. Для того, чтобы создать перепад уровня воды, было насыпано мини-дамба. При этом речка не была перегорожена полностью. Как мы видим, основной поток уходит в сторону. И рыба, и прочная живность могут спокойно перемещаться по ней. Под дамбой была установлена труба, на выходе которой закреплена самодельная турбина. Поток воды, проходя через трубу, раскручивает эту турбину, передавая крутящий момент генератору. Поначалу мы использовали вот эти водяные колеса. Но, как показала практика, КПД у них ниже. И мощность генератора выдавал примерно вдвое меньше, чем на этом же потоке с турбиной. А зимой это колесо сильно обмерзало и вообще не работало. Сейчас мы перекроем воду в трубе, чтобы показать вам, как устроена турбина. Держится турбина на двух подшипниках, выполненных из дерева. И упорной шайбе, которая удерживает колесо от бокового смещения. На выходе трубы, чтобы направлять поток воды на лопатки, сделан такой вот своеобразный кожух из транспортерной резиновой ленты, которая использовалась в шахте. Путем подбора было установлено, что такая форма лопаток оптимальная. Когда лопатки загибали под большим углом, мощность от этого только уменьшалась. И еще, чтобы лопатки не отрывало и не трескались они от всяких там вибраций, мы их прикрутили, проложив резину от той же шахтерской транспортерной ленты. Крутящий момент, собственно, на сам генератор, передается через вал, собранный из труб. На изгибах установлены гранаты от автомобиля ВАЗ, а в других местах сделаны вот такие вот нехитрые соединения. Все это держится на деревянных подшипниках, которые при регулярном смазывании работают уже не один год. Под навесом неподалеку установлен генератор. На валу установлен большой шкив от комбайна, а на генераторе шкив меньшего размера. Это позволяет повысить обороты, что необходимо для эффективной работы генератора. При желании ремень можно перекинуть на циркулярную пилу. Мощности водяной турбины для ее работы вполне достаточно. Эта гидроэлектростанция работает уже не один год, и за это время на ней были испытаны много генераторов. Вот такой, например, на 6 киловатт. Или вот этот. Но лучшие результаты оказались у этого самодельного генератора. Он сделан на базе трехвазного двигателя. Обмотки были перемотаны толстым проводом на более низкое напряжение, а железный ротор спилен на токарном станке. А туда закреплены на аквариумном силиконе неодиновые магниты. Такой генератор на этой турбине выдает 600 ватт электроэнергии. Круглосуточно, каждый час, без перерывов. Согласись, это довольно неплохо, получать столько энергии бесплатно. Еще и если учесть, что тут нет возможности подключиться к электросети. От этой мини-электростанции запитано несколько строений на пасеке. Улики освещаются ярким светодиодным фонарем, отпугивая медведей и прочих диких животных. Круглый год работает холодильник, телевизор и прочая техника. В следующем ролике я расскажу особенности использования гидроэлектростанции. Покажу, зачем пришлось подключить инвертор, вот эти аккумуляторы и контроллер заряда к ней. Поделюсь, как работает ГЭС зимой в минус 30, под двухметровыми сугробами. И весной, когда приходит половодье. Поговорю о модернизации и увеличении мощности до нескольких киловатт, чтобы бесплатно пользоваться отоплением зимой. Подпишись и не пропусти! Смотри еще больше про альтернативную энергетику на нашем канале Криосан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова